МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова. И Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 20 декабря 1803 года США сделали крупнейшее в истории страны земельное приобретение, купив у Франции Луизиану, огромную территорию между рекой Миссисипи и скалистыми горами. Тогдашняя площадь США сразу увеличилась почти в два раза. История европейского освоения территории между Апалачскими горами на востоке, скалистыми горами на западе, нынешней Канадой на севере и Мексикой на юге началась в 1682 году. Тогда французский путешественник Рене Робер де Лассаль объявил, что он передает эту землю под корону Людовика XIV и нарекает ее «Луизианой». Но Версаль не оценил значение этой далекой земли. В ноябре 1762 года Людовик XV решил подарить ее своему испанскому кузену королю Карлу III, который подарок принял, но так неохотно, что даже забыл послать в Луизиану гарнизон. И там еще два года правила французская администрация. Приход к власти Наполеона изменил положение вещей, поскольку он вынашивал планы по воссозданию французской колониальной империи и решил начать с возвращения себе американской провинции. В 1800 году, согласно второму испано-французскому секретному договору, Луизиана снова стала французской. Хотя переговоры о Луизиане проходили в обстановке строгой секретности, весной 1801 года слухи о них достигли Соединенных Штатов. Планы Наполеона распространить французское господство на североамериканском континенте вызвали озабоченность государственных деятелей США. В декабре 1802 года, обращаясь со вторым ежегодным посланием Конгрессу, американский президент Томас Джефферсон заявил, уступка Испании своей провинции Луизианы Франции, которая имела место в ходе последней войны, приведет к изменению характера наших международных отношений. Опасаясь, что Франция закроет доступ к Миссисипи и начнет контролировать торговые пути, Джефферсон отправил в Париж посланника с предложением. 8 миллиардов долларов за Новый Орлеан, расположенный в дельте Миссисипи. Между тем назревала война между Францией и Англией. Британские острова должны были стать очередной жертвой Бонапарта. Но для новой кампании Наполеону требовались средства, и немалые. В отношении же французских интересов в Америке он опасался, что американцы воспользуются войной в Европе, чтобы захватить Луизиану. Поэтому в начале апреля 1803 года Наполеон сообщил о своем намерении продать Луизиану Соединенным Штатам. Она больше не нужна была Бонапарту. Ему необходимы были деньги, и как можно больше. И он запросил 22,5 миллиона долларов. Американцы могли уплатить не более 10. В конце концов согласились на 15 миллионов. Правительству Соединенных Штатов пришлось занимать деньги в английских и голландских банках. 20 декабря 1803 года на состоявшейся в Новом Орлеане церемонии французский префект Пьер Лоса передал Луизиану губернатору территории Миссисипи Уильяму Клейборну и командующему американской армией на западе Джеймсу Уилкинсону. Постепенно на купленной территории разместилось 15 штатов, включая нынешнюю Луизиану. Сегодня 20 декабря. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 20 декабря 1920 года приказом председателя ВЧК Феликса Дзержинского в системе Всероссийской чрезвычайной комиссии создан иностранный отдел ИНО, задачей которого было введение внешней разведки. Зарождение советской внешней разведки относится к 1918 году, когда органы ВЧК в ходе гражданской войны и интервенции вели острую и напряженную борьбу с врагами нового режима. На базе армейских чрезвычайных комиссий и органов военного контроля был создан особый отдел ВЧК. В его задачу входили борьба против контрреволюции и шпионажа в армии на флоте, а также организации агентурной работы за границей и в оккупированных иностранными державами или занятых белогвардейцами областях страны. Особая опасность для советской власти представляли те организации внутри страны и за рубежом, большая часть которых была связана с иностранными разведками, опиралась на их помощь и поддержку, тесно с ними сотрудничала. Именно взаимосвязь между внутренней и внешней угрозами вынудило советское руководство возложить на ВЧК кроме контрразведывательных и разведывательные функции. В целях совершенствования разведывательной работы в апреле 1920 года внутри особого отдела ВЧК было создано специальное подразделение – иностранный отдел. При особых отделах фронтов, армии и флотов, а также в некоторых губернских ЧК были сформированы иностранные отделения. Таким образом, советская внешняя разведка, созданная в недрах особого отдела ВЧК, не имела в то время самостоятельного статуса и действовала внутри структур армейской контрразведки. 1920-й стал годом окончания гражданской войны на европейской территории России. На Дальнем Востоке боевые действия продолжались еще два долгих года. Завершилась война полной победой советских войск. Но в тех же временных рамках гражданской войны проходили локальные войны против интервентов стран Антанты и некоторых других государств. Война с Польшей, сложный комплекс взаимоотношений с Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией со всей остротой поставили вопрос о необходимости более полного и качественного обеспечения руководства страны разведывательной информацией. В сентябре 1920 года политбюро ЦК РКПБ принял решение о кардинальной реорганизации внешней разведки. В нем, в частности, говорилось, слабейшим местом нашего военного аппарата является, безусловно, постановка агентурной работы, что особенно ясно обнаружилось во время польской кампании. Мы шли на Варшаву вслепую и потерпели катастрофу. Учитывая сложившуюся международную обстановку, в которой мы находимся, необходимо поставить вопрос о нашей разведке на надлежащую высоту. Только серьезная, правильно поставленная разведка спасет нас от случайных ходов вслепую. В соответствии с этим решением председатель ВЧК Феликс Держинский издал 20 декабря 1920 года приказ об организации иностранного отдела ВЧК как самостоятельного разведывательного подразделения. Этот приказ явился административно-правовым актом, оформившим создание советской внешней разведки, правоприемницей которой в наши дни является служба внешней разведки Российской Федерации. 20 декабря 1938 года в СССР были введены трудовые книжки. Совет министров СССР и Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов постановили, что трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности рабочих и служащих. Были утверждены образцы трудовой книжки и вкладыши к ней. Вручались книжки в торжественной обстановке в присутствии коллектива бригады, участка, цеха, отдела и представителей общественных организаций. Кстати, при выдаче трудовой книжки администрация взымала с работника 50 копеек, а при выдаче вкладыша в нее 30 копеек. Заполнение трудовой книжки впервые производилось администрацией предприятия в присутствии работника. Сведения о работнике заверялись подписью специально уполномоченного лица и печатью. В трудовую книжку вносились такие сведения, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, специальность. Также сведения о работе, прием на работу, перевод на другую работу, увольнение, а также сведения о награждениях и поощрениях и прочее. 20 декабря 1941 года в ходе московской битвы советские войска отбили у немцев Волоколамск. Контрнаступление нашей армии началось 5 декабря на фронте от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. Несмотря на превосходство в силах и средствах на стороне немецкой армии, советские войска уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника. Сильные удары войск Красной Армии по фланговым группировкам группы немецких армий «Центр», предназначенным для окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять меры по спасению своих войск от разгрома. И 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте, а группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы. Придавая важное значение захвату Волоколамска, гитлеровское командование бросило в этот район еще один моторизованный корпус. Однако под давлением сил русской армии немецкое войско было вынуждено 20 декабря оставить Волоколамск. Так Красной Армией был освобожден еще один русский город. Кстати, при освобождении Волоколамска генерал Панфилов впервые широко применил систему глубоко эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, а также создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков. Хронограф». До скорой встречи!